Добрый день, дорогие друзья! Друзья и гости моего канала, и я вновь рада встрече с вами, добро пожаловать! Сейчас я собираюсь в один из салонов города Анталии для того, чтобы покрасить волосы. Вас беру с собой, хочу вам показать, что из себя представляют салоны и как работают в салонах мастера. Идемте! В салоне, в который сейчас я отправляюсь, работает старый приятель моего супруга. С момента переезда в Анталию я только хожу к нему на окрашивание волос. Это сертифицированный специалист, который ранее работал в городе Стамбуле. Затем в Анталии он открыл свой салон совместно со своей супругой. Супруга занимается маникюром и педикюром, а вот непосредственно сам хозяин салона работает с волосами. Жду трамвай. Мне нужно проехать по остановке, которая называется Майдан. Сегодня, прежде чем отправиться в салон, меня попросила свекровь, чтобы я с собой взяла племянницу моего супруга. Поэтому она мне сегодня составляет компанию. Ну вот, мы прибыли на станцию Майдан и направляемся непосредственно в саму парикмахерскую. Сейчас мы проходим через жилой комплекс. Здесь расположены сите. Что такое сите? Это комплексы домов, огороженные забором, охраняемые. На территории сите располагаются зачастую кафе, мелкие ресторанчики, бассейны. Территории ухоженные, зеленые, очень много цветов. В Анталии сейчас очень жарко, солнце печет, но уже к вечеру становится прохладнее, и это радует. Ну а теперь непосредственно к теме нашего сегодняшнего видео. Все когда-то бывает в первый раз, и когда я приехала в Анталию, я долго не решалась идти к местным мастерам для того, чтобы покрасить волосы или немножечко их подстричь. На протяжении многих лет у себя на родине со мной работали два мастера попеременно, которым я доверяла. Здесь, конечно, нужно было найти такого человека, которому было бы идти не страшно. Пользуясь случаем, передаю привет своим парикмахерам из Гомеля, Наташи и Ирине. Почему боялась? Потому что слышала о том, что стрижки женские и окраска волос – это не самые сильные стороны турецкого парикмахерского искусства. Но все-таки необходимость заставила меня идти к парикмахеру, и, в общем-то, мой супруг меня привел именно сюда. И, собственно, результат меня порадовал. Я увидела, что очень аккуратно, соблюдая все пропорции, человек внимательно сделал свою работу. Сейчас я акцентирую внимание именно на окрашивании волос. К сожалению, окрашивание в блонд, как известно, нещадящий способ, и волосы очень сильно портятся от краски. Поэтому очень было важно найти мастера, который сделает все безукоризненно. У большинства турчанок отличные волосы, густые и часто вьющиеся. И существует маниакальная страсть краситься в блондинок. Ну, может быть, не целиком, но хотя бы прядочками. А вы можете себе представить, что нужно сделать с густыми, тяжелыми, темными волосами, чтобы окрасить их блондинистый цвет? Ну, вот я, например, смутно это понимаю. Очевидно одно, что это идет не всем волосам на пользу и при всех современных щадящих технологиях. И для того, чтобы поддерживать этот блондинистый цвет, нужно подкрашивать корни примерно раз в неделю. Ну, я красила раз в три недели, мне этого было достаточно. Парикмахер в Турции называется французским словом куафор. В России это слово использовали вплоть до 20-30-х годов прошлого века. Кстати, в турецком языке несколько тысяч заимствованных французских слов. Почему-то нет турецкого слова, обозначающего парикмахера. Или оно было, но со временем потерялось. Чаще всего парикмахерские – это небольшие частные салончики, которые четко поделены по половому признаку. Существуют мужские парикмахерские и женские – Эркек Кауфер и Баян Кауфер. Встречаются, конечно, и продвинутые парикмахерские салоны, где есть и мужские, и женские залы. А вот есть еще и специальные парикмахерские для Капалы, то есть для религиозных дам, которые носят платки. Услуги не заканчиваются, когда вы покидаете кресло. Вам предлагают чай, кофе или воду. Я всегда принимаю предложение как турецкое гостеприимство и очень это ценю. Сейчас вы видите, как можно найти этот салон и работы, которые делает этот мастер. РезALK, ПАCC, ПАССМЕСНЯ ИНТРИГЮЩАМААНСЯ ИНТРИГЮЩАМАЯ Я с двумя друзьями работаю. Экипы не очень много, не умеют, не умеют. Мы саугольцем, мы идем, мы готовы, мы с удовольствием, мы с любимым мужем приходим, мы с этим разговариваем. Мы сняли, с днём, с днём, с днём, с днём, с днём, с днём, с днём. Очень красиво, очень люблю вас, спасибо за просмотр! Все, вышли из парикмахерской. Ну, прическа так себе. Мне не особо нравится, как делают турки прически. Дома переделаем, но, тем не менее, голова освежилась, чувствую себя очень хорошо. Если говорить про маникюр и педикюр, то, конечно, в салонах тоже это делают. Но я несколько раз пробовала и скажу вам откровенно, что мне не нравится, как работают в этом плане турчанки. Лучше, конечно, обращаться к нашим соотечественницам, которые переехали сюда на постоянное место жительства. Это действительно высококлассные специалисты, и они делают все, как положено. А вот мужчины ходят в парикмахерскую не только для того, чтобы стричься, но и бриться. Зачастую в один и тот же салон ходят много лет подряд, и бывает, что кауфер знавал еще и отца своего клиента, или наоборот, клиент знал отца нынешнего кауфера. Бреют опасной бритвой, правда, само лезвие после каждого клиента меняют. Помимо бритья делают массаж лица, угощают чаем и кофе, и, конечно же, делятся свежими новостями. Ну и теперь по стоимости оказываемых услуг. Могу вам сказать о том, что услуги парикмахера здесь стоят недешево и дороже, например, чем в Беларуси. Сегодня я заплатила 40 долларов за стрижку, укладку и покраску. Ну а теперь подведем итог. Стоит ли посещать турецкие парикмахерские? Конечно же, стоит их посещать, но при условии, если вы найдете мастера, который будет вам подходить и удовлетворять все ваши запросы. Ну а сейчас я вам показываю то, что у меня растет возле дома. Это гранат. Музыка Очень красивые цветы. Не знаю, как называются они, но цветут они практически все время. Это оливки. У нас их несколько деревьев. А это мандаринчики. Ну а я со всеми прощаюсь. До новых встреч на канале Новая жизнь Юнюль в Анталии. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Буду всем очень признательна. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!